Теперь рассмотрим временную шкалу. На ней будет располагаться наши создаваемые мультфильмы. Окно временной шкалы состоит из двух частей. В левой части мы создаем слои, а в правой части мы располагаем наши кадры. Ну давайте все по порядку, что такое слои и зачем они нужны. Благодаря слоям мы можем создавать независимые друг от друга элементы для нашего мультфильма. Например, на первом слое создать задний фон, на втором персонажа, на третьем, допустим, второго персонажа. И мы сможем с ними работать отдельно, так как у каждого слоя своя шкала времени с кадрами. Задний фон мы легко можем запустить в панораму, чтобы он двигался, допустим, влево. Будет ощущение, что камера пролетает мимо фона. Первого персонажа запустить идущим против фона, то есть вправо. А второго персонажа вообще сделать стоящим на месте. Не будь у нас слоев, это все было бы очень сложно реализовать. И по времени это было бы гораздо дольше. Ну, вот еще одно преимущество слоев. Допустим, формы одного цвета, нарисованные на разных слоях, не будут сливаться. А линии, соответственно, перерезать друг друга. Так как разные слои, это как бы разные листы. Поэтому рисунки, нарисованные на разных слоях, никак не взаимодействуют. Сейчас давайте глянем, как их создавать, удалять, объединять и так далее. Итак, чтобы создать слой, нужно кликнуть по вот этому белому листочку. Создается слой и ему присваивается имя. Это имя можно легко переименовать. Дважды кликаем по имени и вводим желаемое. Я пока ничего вводить не буду. Можно слои перемещать. Беремся мышкой за слой и перемещаем. Тот, что выше, будет выноситься на передний план. Тот, что ниже, на задний план. Если слоев будет много, то их можно угруппировать по папкам. Для этого нажимаем на папочку. Создается папка. Она пока пустая. Ее также можно переименовать. Чтобы в нее засунуть слои, нажимаем на слой и удерживая мышь, ведем кверху. Появляется такой рычажок. Если сейчас его сдвинуть вправо, то наш слой поместится в папку. Помещаю. Помещаю еще туда слой. И теперь папку со слоями можно сворачивать и разворачивать. Если нужно вытащить слой из папки, то нажимаем на слой и удерживая мышь, ведем либо за папку, либо ниже последнего слоя, находящегося в папке. И выдвигаем рычажок. Чтобы удалить папку, либо слой, сперва выделяем его и кликаем по иконке с урны. Также для удобства работы со слоями здесь есть три опции. Первая – глаз. Если мы кликнем на какой-нибудь точке напротив глаза, то этот слой станет невидим. И на нем нельзя будет рисовать. Чтобы сделать все слои невидимыми, кликаем по глазу. Чтобы сделать все слои невидимыми, кроме этого, удерживаем Alt и кликаем по точке нужного слоя. Вторая опция – замочек. Нужна для блокировки слоя. При включенном замочке слой будет виден, но на нем нельзя будет рисовать. Ну, тут, собственно, включается все точно так же. И последняя опция – переключает режим отображения слоя. Если подключить цвет у квадратика, то рисунок на данном слое будет отображаться как контур. Ну, тут так же все, собственно, включается и выключается. Ну, вот, пока все в слоях. В дальнейшем мы еще рассмотрим типы слоев. Но это в дальнейшем. А пока кратенько рассмотрим шкалу времени. Сверху находится пронумерованная шкала. Это, собственно, номера кадров. По ней бегает воспроизводящая головка. Вот этот розовый прямоугольник. Ниже находятся и ячейки для кадров. Тут, собственно, и будут располагаться наши мультфильмы. Если точнее, то рисунки, звуки, ролики, направляющие и так далее. Еще ниже мы видим некоторые опции и информацию. Вот эта цифра показывает нам, в каком кадре мы сейчас находимся. Это частота кадров в секунду. Сейчас тут стоит 24 кадра. То есть, за одну секунду воспроизводящая головка пролетит через 24 кадра. Скорость можно менять. Эта цифра нам показывает, на каком временном промежутке мы сейчас находимся. То есть, на каком временном промежутке находится воспроизводящая головка. В секундах. Ну, а эти опции мы рассмотрим уже на примерах при создании анимации. Ну, и скажу пару слов о кадрах. Их, собственно, два вида. Простые кадры и ключевые. Покажу на примере, чтобы было понятнее. Создадим новый файл. Вот, сейчас мы находимся в первом пустом ключевом кадре. Почему пустом? Потому что мы еще ничего не нарисовали. И об этом сигнализирует пустая точка. Нарисуем форму. И вот наш кадр заполнился. Теперь точка стала черной. Это наш первый ключевой кадр. Допустим, мы хочем, чтобы этот круг был виден одну секунду. Для этого нам нужно добавить простых кадров. Поскольку скорость стоит 24 кадра, значит, идем в 24 кадр. Жмем правой кнопкой мыши и выбираем добавить кадр. И таким образом мы добавили простые кадры к первому ключевому. И поэтому стоит помнить, если мы произведем какое-либо изменение на любом кадре от начала и до конца этой серой полоски, то это коснется всех этих кадров. Потому что мы как бы растянули первый ключевой кадр на 24. И по сути все 24 кадра отображается одна и та же картинка. Вот если бы мы вставили 24 ключевых кадра с этим рисунком, тогда изменение одного не повлияло бы на изменение другого. Итак, теперь глянем, как создавать пустые кадры. Допустим, нам надо, чтобы на полсекунды наш рисунок исчез. Для этого кликаем в пустую ячейку, жмем правой кнопкой мыши и вставляем ключевой кадр. Собственно, у нас в него попадает то, что было в предыдущем ключевом кадре. И теперь мы этот рисунок просто удаляем и у нас становится пустой ключевой кадр. Либо можно, сейчас я этот удалю, правой кнопкой мыши удалить кадры. Итак, можно сразу вставить пустой ключевой кадр. Для этого жмем правой кнопкой мыши и выбираем вставить пустой ключевой кадр. Ну и теперь его растянем на полсекунды. Ставим мышь в 36 кадр, жмем правой кнопкой мыши, выбираем добавить кадр и у нас растянулся пустой ключевой кадр на полсекунды. Ну и покажу, как копировать кадры. Идем в первый ключевой кадр, кликаем на нем правой кнопкой мыши и выбираем копировать кадры. Теперь идем в любой кадр, нажимаем правой кнопкой мыши, убираем вставить кадр. Также можно скопировать любое количество кадров. Этот я удалю. Идем, выделяем первый кадр и удерживая shift нажимаем в любом месте. Я выделяю оба ключевых кадра. Теперь нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем копировать кадры, идем и вставляем их. Нажимая правой кнопкой мыши вставить кадры. Ну, для разнообразия в третьем ключевом кадре изменим цвет фигуры. И нажимаем протестировать ролик. Для этого зажимаем Ctrl и жмем Enter. Ну вот, собственно, и все. Кратенько познакомил я вас с программой Adobe Flash CS5. Показал основные инструменты, несколько панелей и чуть-чуть рассказал о временной шкале. И это всего лишь вступление. Самое интересное ждет вас впереди. Это, естественно, анимация. Ну и также я постепенно буду раскрывать остальные возможности программы. Вы же, вооружившись этими знаниями, можете смело приступать к изучению моих следующих видеоуроков. Ну и мне будет очень приятно, если после изучения этого курса вы на сайте оставите свой комментарий. На этом я завершаю данный видеокурс. Спасибо за внимание.